друзья здравствуйте и снова на моем канале и снова у меня большая авральная готовка и так вот такой вот был соус тут получается мед горчица вот такой вот он я что сделала я сделала курицу я не внешне опять вот видите часа я достану вот я намазываю курицу она у меня простоял до 2 часа плюс еще немножечко отдохнула в духовке и сейчас я ее вынуть для полного остывания и потом дальше в холодильник сейчас я вытащу ну что вот такой очень хороший вкус очень хороший вкус корочка все остываю ты и я холодильник очень вкусно очень вкусно получается единственное что нужно сделать это посолить и наверное сейчас вот так посолю разотру солью чтобы было приятнее потом ее кушать и теперь дальше ну что в комнате очень так пахнет в доме шикарно и так фарш вот приготовила еще тефтелечки чтобы сделать из них котлеты начинка порезала посолила добавила сливочное масло здесь у меня тоже фарш делалось с луком и с чесночком и чтобы он хорошо перемололся были крепные крошки сухарики сухарики хорошие такие сухарики я это сделаю это такие вот штучки заготовочки потом я сделаю возьму углубление добавлю фарш начиночку и закрою вот то что я добавила закрыла чуть-чуть крошкой вот у меня обжариваются здесь котлетки мои теперь я их перенесла вот в такой вот противень и отправлю в духовку на полчаса еще там система лов я на полчаса еще пусть побудут еще там полчасика все и мой ой запах невероятные ребятки такой стоит запах обалдеть просто обалдеть ну а то что я приготовила курочка она уже в морозилке мне там на руль это нужно чтобы она заморозилась да немножечко вот выходит ну раскрываются ну ничего страшного совсем ничего страшного зато так вкусно невероятно вкусно ну все зависит от фарша когда фарш у меня идет куриный если я могу добавить еще индюшичий фарш тоже такая начинка из яйца то он как-то не открывается вот говяжий открылся я не знала и вот он так открываются посмотрим вкусно невероятно просто ну что дальше я сделала плов отварила яйцо отварила мяско куриное почистил его запарила изюм вот изюм рис промыла значит вот лучок я пожарила еще для одного места для одного продукта значит пожарила чоку морковочку начистила на таком автомате у меня вот такой вот все рис поста бульон я не вылила бульончиком залила прокипятилась немножечко бульон выкипел и в общем все готово сейчас он студится совершенно шикарный получился посолила поперчила добавила чеснок в общем получилось хорошо мне нужно запаковать вот так вот пакетики в морозилку так мне нужно такое у меня задание у меня вот я уже показывала да я лучок поджарила вместе с для плова и для вареников ждет меня вот кастрюлину сковородочку сейчас я ее воспользуюсь вот вареники вареники с картошкой вот они готовы я вытащил из морозилки вот вода у меня здесь закипает закину сейчас вареники сварю и потом покажу что буду делать дальше хорошие вареники хорошее получилось тесто тесто такое нейтральное вообще мое тесто если вы хотите посмотреть у меня сколько я делаю и чувствуется картошка вот тесто почти так слегка только она вообще как бы никак не присутствует а чувствуется что картошечка есть вот это вот самое то что мне нравится моем тесте что не чувствуется тесто именно тесто а потом уже начинка именно начинка чувствуется потом уже там ты понимаешь что начинка это было в каком-то тесте это мне очень и очень нравится если вам это хочется узнать но мы сделаем отдельно еще вареники я буду делать уже вареники то что эти уйду уедут а вы вот а мы сделаем тогда напишите если вам нужно это мое тесто что все вареники пошли вареники вариться вареники варятся вот делать два захода на фитюрте что получится ну что первую партию вареников я сварила теперь они у меня здесь обжариваются сучку а потом я свою еще одну партию это приготовила ну вот так по партиям ой внутренно ну что делать так нужно шумит у меня вытяжка здесь у меня вытяжка она шумит ну вот так вот сейчас обжарится и я остужу ну вот вареники отдыхают стынут я их так выражила аккуратненько чтобы потом сложить мешочек а мне нужно их заморозить ну такая ситуация у меня так что все у меня готово все успела сделать если вам понравилось как я сделала все все успела поставьте лайки подпишитесь посылайте друзьям понравилось нравится мое тесто если вы хотите знать тогда мы сделаем отдельные еще вареники видео когда я это делаю я покажу еще раз понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь